Всем добрый вечер, с вами Артём Капусти, Никита Петров, продолжаем играть дружеский матч против Виталия Киселёва, Олега Саламахи, и Славяночка в этот раз будет. Ты не против? Я только за. Я просто боюсь, что Виталий долго штудировал мои никому не нужные двухчасовые видео, и теперь знает, где тут ловить. Я прям уверен, что в этот момент Олег рассказывает, как тут всё, какая страшная дебютная подготовка белых ожидает. Вот ты с Олегом что записывал, по нефть 4? Да. Ну вот, может быть. Всё, соперники в панике, мы побеждаем. Нет, они нам тоже представляются. Да. 30 секунд. Не, просто, видимо, Олег хочет, когда Голег говорит, Виталий, мол, играйте разминку, и всё будет хорошо. Так. Ну, ДЦ, ладно, раз уж я... Понятно. А-а-а. Ну, ладно. Это я не успел записать. Что-то я, конечно, тут знаю, но сразу после видео было бы намного веселее, если бы вам сыграли на А4. Хе-хе-хе. Да, Кунь-Е5. Без понятия. Кунь-Е5 я уже не знаю. Я знаю Слонжи-2, Слонжи-7. Может, подержаться за эту пешку? А, Кунь-нибудь... Все равно, у нас ПС по времени сохраняется. На самом деле, очень тяжело. Когда в паре, получается легче. Сейчас я пробовал писать турнир один. И, несмотря на то, что каким-то образом я его выиграл, потерял очки с уступающими по рейтингу людьми. И очень тяжело. То есть, по времени в каждой парте было ужасно просто. А завтра состоится маленький анонс, хотя вряд ли его кто-то услышит к моменту начала. Турнир видеоблогеров. И там достаточно сильный состав. Надо хотя бы поддержать честь Феникса и не занять место в последней тройке. Я думаю, никто это не оценит. Ну да. А так как Никит хочет занять первое место в этом турнире, то он обязан сделать запись турнира. Что и живые игры. Так что, увидим. Вообще какая-то... Рабский труд какой-то. Два ноля. По-моему, у нас лишний... По мнению мастера Петрова, у нас лишняя пеша. Не знаю, что за позиция, конечно, но... Ну а по мнению гроссмейстера полная компенсация. Да. У него мастера никакой компенсации, но... Надо требовать проверки, конечно. Я думаю, играть в КНЖ-5 или нет. Крявенько чуть-чуть. Не люблю делать некрасивые ходы, дай мало кому-то нравится. На КНГ-7, очевидно, на КНГ-3 задумано. Рано, на шахматист только КНГ-3 будет играть в такой позиции. Он пускай играет. Ну, мне не нравится Кубняш-5, потому что мы можем сами куда-то такую попасть. КНФ-3 у нас немножко слон там заковырялся, КНЖ-5 будет грозить. Может, я просто слон Ф-3 сыграю, выбью этого слона, потом Е-5 проведу. Как вот я играл с гроссмейстером Никсонсом в Латвии в том году. То, что я до этого говорил, немножко некрасиво звучит. Это будет еще глупее, если мы эту программу, эта позиция без шансов. Так, ну, тем не менее. Можно взять. Можно взять. Ну, заманчиво пойти в Ферз-П6 и Латяту-8. По-всякому можно Ферз-А5, Латяту-8 можно. Ферз-Б6. Ферз-Б6 мне ничего не нравится, что мы Д-5 как-то пропустим в какой-то позиции. Ну, может и не страшно. Ладно, пусть будет Ферз-Б6. Не, ну если Д-5 пропустим, то у нас на Е-7 будет защищена, в случае чего. Потому что сейчас есть слон Ф-6. Ой-ой-ой, как-то это... А, Виталий нам собрался мать давать. Виталий понял, что Ферз-А5 сыграно не было, и сейчас бы у нас в Б5 нету хода в этом проблеме. Теперь, платили темпы, что ли, Ферз-А5 играть? Не хочется. Может надо? Играем Ферз-А5? Играем. Ферз-Белые могут отыграть пешку, но в этом случае они вскроют линии под себя. Да, надо было Ферз-А5 сразу играть. Ладно. Все равно меня Тейнеля не обжидает ход. Можно поменять Белополов, это нам дает что-то? Да, ну я просто сравниваю. Но у нас Белопол пока плохой. Может это плохая идея, и что-то мне кажется, что сейчас Виталий под качество скинет. Уважает. На слону в 6 Е я собираюсь играть, чтобы под Е5 не попасть. Да. Можно... Свои нюансы есть. То есть я не могу сказать, что у нас прям так хорошо, но... эффективно должно быть неплохо. Так, ну очень заманчиво продолжить атаку. Да. Ну и... Состоим группе, которая... Идейный последователь группы Радостный Шахматы и... Другой ход. Даже... Убежденный разменщик Ферзей, но... Тяжело ему сделать. Да нет, просто. Тут нельзя никак Ферзей разменять. Ну, как... Зачем ты это сказал? Так люди подумали бы, что я обдумался. Не. Может быть, я с этой и хочу пойти. Да. Ну, черный перевес. Вопрос... Это однозначно вопрос в том, как мы его воспроедимся. Чёрный перевес, ничего не понимаешь. Опять. Давай, Ц3. Валенье А. Опять, заманчиво. Ну, сразу Ц3 как бы... Бестолоково абсолютно. Почему? Ну... Хочу, хочу Ц3. Б3 потом опять. Чтоб у нас была зацепка. А. Сам даже нечего собрался игнорировать. Кем бьём? Кого бьём? Кем бьём? Ну, а, да, бьём слова, наверное, кого бьём? Кем бьём? ЕФ. Не, нет. ЕФ, хорошо. Не знаю. Не понимаю, как лучше. Слон, конечно, вызывает некоторые вопросы тут. Ну, зато смотри, когда даже белая сыгает H4, H5, побьют, ну, подъём ЭФЖ, и там ещё до атаки ещё миллиард лет. А мы уже как бы тут надвинули. Ну, вот я как раз из-за того, чтобы королёк репетит. Ну, я не буду менять ферзей тут уже. СБ сыграю, да? Да. Ладно. Пусть сам меняет, если хочет. Улучшает нам структуру. Наверное, поменяет в доге, потому что у белых тоже проходная какая-то будет. То есть у белых-чёрных лучше, но, может быть, перевес не настолько велик, как хотелось бы. У нас сейчас слона вывезти, на котором как-то закопали. Не совсем удача. Не боится Виталия абсолютно хода остановить ферзей, и правильно делает. Слон пошёл. Сейчас конь делает, пойдёт тоже, конечно. Ну, а четыре? Или как? Четыре, не знаю. И лазерация 8. А, нет, лазерация 8 нельзя. Почему? А, так. Ну, конь, опять. А, ой. Конечно, нельзя. Времени маловато, да? Надо что-то делать. Четыре. Конечно, конь, а на Д4 погнать это довольно глупо выглядело. Ну, можно его поменять, если ли это нам, или это наоборот. А как мы его поменяем? А, так. Ладно, Слонцы 5, отдаю эту пешку, там, Лади, Б8, и потом сыграю. Да-да-да, вот это именно, и ты хотел. Ну, это глупо, потому что тут у чёрных уже нет никакого перевеса, а был явный. Опять лазейник. Что ж такое? Мне опять похуже. И я ещё неправильно играю, наверное, в нём, потому что ладя С1 допускаю. Так, ну ладя, Д7 можно? Или, а, ну, можно так. Ладя С4, как держать всё это? Да, конечно, доиграться из той позиции до ретты, это было талантливо. Да, тут, наверное, безнадёжно, побоемся, конечно. Ну, должно быть безнадёжно. За денег без шести пешек обычно не держится. Это было довольно удивительно, потому что у нас всю партию была одна лишняя. Ой. Так, а Д6 не выигрывает сразу. Ну, а что делать? Выигрывает, наверное. Стратегия надёжности. Он собрал с короля приводить. Обидно. Может быть, ещё? Ой, как? Пешка аж пройдёт ферли. Как-как-как-как-тонко повести пешку, а? О, так. Вход в ход успеет, наверное. А может быть, на оси пойти ладят среди? Да, да. Да, но тут ферзи 5, и он на G6 отберет. Так что всё-таки выиграно. Пытаюсь держаться за пешку. И надеяться на то, что... Удастся ладья против ферзя уйти. Это, конечно, довольно забавно, я надеюсь, но... Так, и не визиваешь. А, нет. Мне показалось. Ну, похоже. Так, так, так. Нет, чуть-чуть паникую. Показывать до тех шахов нет. Так, на этом нельзя. Ну, сейчас начнётся просто и опять издеваться-то такое-то. Ну, конечно, в Блиц это вряд ли держится, потому что... Да, ну, конечно. Ну, чтож, всё равно пусть покажут. Для зрителей. Нет, в классику это не так легко выиграть иногда. Ой. Прямо в процессе рассуждений земного Владимира. Да, в ферзи 4. Ну, вообще, довольно обидно, потому что вот тут вот позиция белых, она... Ну, мне кажется, я... А, да, как бы это сказать помягче. Она тяжела. Ну, ладно, продолжаем. Надо хоть одну партию выиграть каким-то образом. В этом же видео мы будем по две так записывать, да? Да, надо было играть король Е2, и это затянулось бы ещё на лет пиццу. Да, мне. Ну, а что, нет, ты не видел, как я Морозевич, например, в классику не выиграл такую? Не видел. Ну, это не так легко, потому что компьютер в какой-то момент вот он так играет, он просто знает, когда Владия теряется, а когда нет. Иногда она не теряется на шахах. И белым приходится начинать сначала всё это. Ну, это как раз вот наподобие второй партии, которая была видна в видео с Рапидо. То есть там тоже было окончание пешки в ладье, но ещё при пешках. И как раз в комментариях обсуждали то, что Владимир надо было далеко по шестой уводить. Хотя очень не хотелось. А, ты там, где там позиция какого-то крепостного типа? Да. Это понятно, понял. Ну, что-то Виталий как-то не понимает, надо бы, наверное, поставить на паузу видео. В общем, да, возникли технические трудности. Наши соперники, к сожалению, вынуждены были отойти и не дали нам возможность взять рейт. Реванш за эти довольно обидные партии, особенно последнюю. Так или иначе, всем спасибо за внимание. Для вас играли, комментировали Артём Капустин, Никита Петров. Артём, попрощаюсь. Всем пока.